Преступника узнаю по походке. Российские ученые научили обычные камеры распознавать злоумышленников. Компьютерная программа анализирует поведение человека и в случае опасности может выделить его в толпе. Дмитрий Забрудский оценил все за и против новейшей разработки. У Олега не работа, а сплошное телевидение. При помощи камер он может следить за любым уголком во дворе. Так здесь не только смотрят за порядком, но и ловят преступников. Недавно по видеозаписям нашли велосипедного вора. Чтобы раскрыть эту кражу, Олегу с полицейскими пришлось отсмотреть несколько часов видео. Авторы российского ноу-хау уверены, если бы на посту наблюдения работала их программа, видеокамеры сами бы распознали преступника. Например, можно будет попробовать выделить на видеозаписи перед совершением терактов или каких-то крупных преступлений людей, которые вели себе подозрительность. Для того, чтобы наделить камеры таким интеллектом, ученые провели несколько научных экспериментов. Зато теперь любое устройство, у которого есть объектив, может безошибочно разглядеть злоумышленника даже в толпе. Кстати, уникальная программа самообучающаяся. Любой оператор может показать на собственном примере, что есть действия, недопустимые для данной зоны видеонаблюдения. И программа обучится и начнет выделять все похожие действия. В ноу-хау ученым удалось психологию перевести в программный код. Правда, специалисты предупреждают, не стоит всех мерить по одному лекалу. Погрешность может быть, это нужно предусматривать. Потому что пока на сегодняшний день 100% гарантия, что человек, если ведет себя именно таким образом, это потенциальный преступник, невозможно. Под прицелом всевидящего ока сегодня практически вся Москва. В режиме нон-стоп работают свыше 120 тысяч видеокамер. Горожан и гостей столицы снимают в трамваях, метро, в подъездах, магазинах и на улицах. Полиции уверяют, благодаря круглосуточному наблюдению сократилось не только количество правонарушений, но и растет раскрываемость. Российское ноу-хау тут оценили, правда, подчеркнули. Какой бы совершенной ни была техника, человека она не заменит. В любом случае, все результаты технически обрабатывать будет человек и все вот эти ситуации будут пропускать через себя специалисты органов внутренних дел. На новый интеллект для камер уже положили глаз службы безопасности стадионов и аэропортов. А ученые пошли еще дальше. Они разрабатывают так называемый дистанционный детектор лжи, который будет работать на принципах психологии. Без каких-либо датчиков, на расстоянии, по мимике лица программа сможет определить, говорит ли человек правду или лукавит. Дмитрий Забруцкий, Игорь Бекренев и Артем Стрекнев. МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова